Сергей Кунькоров, Альфред Глуба управления ресурсом лицов компании ТАПИ. Хюриф Мага, глава учительства Платформа для управления овощными услугами. Сергей, я показываю уже. Добрый день, уважаемые гости Платформа, коллеги. Пока, Дмитрий, приглашаю свою презентацию. Вот сегодня с утра проснулся, попытался уехать на машине. Не получилось, у меня дом болелок. Вот, никакая скорость по нему приехала. Ничего, каждого часа не предупредил меня о том, что у меня будут какие-то проблемы. А что, с вами уже работает? Ну, я... У тебя сразу же есть... У тебя сразу же есть... У тебя сразу же есть производство презентации. Как-то? А, про машинку. Про машинку, да. Да, да. То есть, технологии у нас еще, конечно, пока не росли. Но сегодня я вам расскажу о том, что уже есть и компании еще для сегодняшнего дня. Туи программно-аппаратных платформинг, которая позволит вам построить приватное, или это игринное, или публичное облако. А также о тех программных аппаратных компонентах, которые позволяют все это реализовать и воплотить в жизнь. Собственно, с местных карьер у нас есть основные три типа облачных серверов. Сервисов, которые вы, наверное, уже все знаете. Это инфраструктура как сервис, платформа как сервис и приложения как сервисов. Как за глаза их называют как порочевка, я сас и пас. Вот. Но я бы хотел обратить ваше внимание на цвета на этой диаграмме. Здесь синим и серым цветом, соответственно, отмечены области ответственности за сервис. Область ответственности поставщика и область ответственности потребителя. О чем это говорит? О том, что чем сложнее сервис, тем больше ответственности вылагается на поставщика сервиса. И в то же время вам, как потребитель, возможного потребителя облачного сервиса, вы снимаете с себя вот эти риски, связанные с необходимостью поддержания постоянной работы услуги. В мой взгляд, это очень удобно. Итак, хотел бы рассказать часть этих терминов. Мы начнем с конвергентной инфраструктуры. Это та идея, которая была на несколько недолгое время в облачных платформах. Собственно, состоит в том, чтобы объединить существующие и новые технологии компании. Для того, чтобы объединить и стандартизовать ресурсы и превратить их в пулы. Так называемые пулы, это могут быть конвергентные сети хранения данных. Это могут быть конвергентные вычислительные мощности. И все это служит основой для внедрения, для появления облачной инфраструктуры в вашей компании. Дальше, как Андрей уже говорил сегодня, идея конвергентного облака, представляет собой механизм предоставления сервиса конечных потребителей. То есть мы не останавливаемся на какой-то отдельной архитектуре, будь то IT-инфраструктура, частная, гибридная облака или публичная. Идея состоит в том, чтобы стандартизовать и позволить предположениям, сервисам хорошо и достаточно надежно функционировать на всех четырех архитектурах, забирая это самое лучшее. Немножко подробнее о тех архитектурах, которые здесь представлены. Ну, частные и публичные облака, наверное, все знают. Традиционно IT тоже понятно, сейчас их все используют. Что такое управляемое облако? Это какая сама инфраструктура облачная находится где-то на аутсоксинге, стоит в точке какой-то компании, которая ее обслуживает. Но, в то же время, механизм управления облаком, администрирование, добавление пользователей, создание, добавление, удаление сервисов, все это находится под вашим управлением. Сегодня в презентации основной упор я хотел сделать вам создание приватных облаков и какие же, простите, какие выгоды вы можете получить от создания приватного облака внутри своей компании. Первое, конечно, автоматизация предоставления. И немаловажный факт здесь состоит в том, что приватная облака позволяет вам создать айтинную точку входа для управления всей вашей айтинной инструктурой. В крупных организациях, тем более с приходной актуализацией, обычно как случается? Кто-то позвонил администратору, просил его создать парку в актуальную нашу службу, да и не инвестировать в какое-то приложение. И, допустим, наступило вето, администратор уволился, пришел новый администратор, который уже обзорит из этого проекта в актуальную нашу службу. Он смотрит всю работу, и вы не боитесь их трогать, потому что мало ли, что он начнет его забирать, а что будет встречать. А на самом деле эти ресурсы не используются. И вот с приходом приватного облака, с созданием такой архитектуры у вас компании, у вас всегда будет информация о том, какие ресурсы кто и как сейчас использует. Сюда можно добавить какую-нибудь составляющую, насколько вы выдаёте сервис пользователям. Сюда можно добавить денежную составляющую, финансовую. То есть вы будете принимать, сколько, в принципе, стоит этот сервис, который у вас запросил, допустим, департамент маркетинга для каким-то нужным. В то же время вы можете созданный сервис остановить, освободить мощности сохранения его куда-то, там, найти свое пространство. И в следующий раз, когда тому же отделу маркетинга понадобится этот сервис, то есть вы быстро его поднимаете, на этом выключаете, и он замечательно у вас работает. Итак, что касается HP Cloud System, то данное решение предлагается в трех препостатиях. Это HP Cloud System Matrix, HP Cloud System Enterprise и HP Cloud System Service Provider. Начнем с Cloud System Matrix. Это коробочное решение, которое представляется с определенными сервисами, наборами отсутствия. Плюс этого решения в том, что вы можете получить приватный опыт у себя в компании за достаточно короткий период времени уже с готовыми сервисами. Что касается следующего решения, Cloud System Enterprise, это решение уже основано для построения, так называемого, самостроя. То есть, когда компанией внутри в частном облаке вы строите какой-то сервис, по сути, социации. Обычно вы всегда занимаетесь сами разработкой, или вы нанимаете каких-то инженеров, специалистов, дизайнеров. То есть HP Cloud System Enterprise – это платформа уже более гибкая, более объемная и большим набором компонентов. И что касается последнего элемента – это HP Cloud System Service Provider. Как следует из названия, эта платформа ориентирована на провайдер услуг. То есть, это трупная компания, возможно, Телеком, которые располагают большим набором ресурсов и готовы его предоставлять вам за объемную плату. Компания HP подчеркивает то, что решения открыты. То есть, все эти решения, они работают не только с оборудованием HP, они работают с оборудованием других компаний. В последующем слайде я вообще побольше об этом расскажу. Используются такие гипервизоры, как BrainWire, HyperMe, недавно включили поддержку в QN. То есть, никто не заставляет вас ограничиться только модулями, входящими в эти системы от компании HP. Вы можете привлекать какие-то сторонные системы, устанавливать, настраивать. Они также будут замечательно работать, как если бы это не было. Двигаемся дальше. Итак, Cloud System Matrix. Это первое коробочное решение, которое, как я уже говорил, позволяет вам создать приватную обмену у себя в компании за достаточно короткий срок. Что в него входит? В него входят плей-системы C7000, и в него входит также система хранения данных. Здесь на слайде изображены различные системы от HP, но, опять же, подчеркивая эффект из системы, вы можете использовать уже существующую систему хранения данных, которые есть у вас в компании. Это может быть NetApp или это может быть EMC. Вы также спокойно можете подключить эту систему хранения данных, уже у вас существующую, для создания вот этого вот частного облака. не то, вам это не запрещают. Вот. Дальше вы получаете ПО, которое занимается отписовкой, созданием сервиса, смотрится хорошо и внимательно. И, кстати, вот сейчас, как раз в первом квартале этого года, компания Shki предлагает акцию облака и усплата. Что это означает? Значит, если вы покупаете вот картину и врезвие для технических услуг четырех суток, ПО для аркастровки, для подоставления сервиса в Матрис Перейшн Лайвинг, вам будет подоставлено бесплатно. Вот. И, кроме того, вы получаете, вы покупаете услугу внедрения. Значит, гипервизоры вы можете использовать свои, они можете подключить виртуальную инфраструктуру, которая у вас есть в системе, либо вы можете купить эти гипервизоры через компанию Shki в прямую. Что касается поддержки этого комплекса. Значит, если вы закупаете все вот эти вот компоненты вместе с услугами внедрения, вы получаете поддержку не только отдельно вот такого компонента этого комплекса, вы получаете поддержку, в общем, на 10 комплекса. То есть, если у вас какие-то проблемы, вы отключаете поддержку и вам обязательно подскажем по-моему. Двигаемся дальше. Значит, основы Cloud System Enterprise следующего решения служит промо под названием HP Cloud Service Automation. Это система, это портал, который, полноценный портал. Там может быть создано несколько порталов под отдельные департаменты или отделы, как у вас возмунизация. Cloud Service Automation поддерживает оркестровку и работа с различными гипервизорами, как я говорил уже до этого, перечислял. И позволяет нам реализовать тот самый механизм, тот самый алгоритм управления ресурсов, когда мы проходим по всей цепочке. Пользователь в этом случае он уже не звонит администратору, он самостоятельно заходит на портал, выбирает услуги и заказывает их, разворачивает их, когда ему эта услуга перестает быть необходимой, он ее удаляет и, собственно, снова посылает. Итак, Cloud Service Automation это портальная система, то есть она основана на порталы. Есть порталы пользователей, есть порталы анонсанта и есть порталы дизайна. Это новая роль в предоставлении обычных технологий, чуть позже я не расскажу. Значит, сейчас я расскажу вам о основных компонентах, которые выделены синим цветом. Значит, первый это, собственно, сам портал. Что в нем есть? В нем есть каталог ресурсов, он, может быть, создан для, как я уже говорил, каждого портального отдельности, предоставление СААС, физическая ритуальная инфраструктура. Значит, вы можете делать поиск, вы можете смотреть стоимость, вы можете корректировать сервис во время заказа и процесс его эксплуатации. То есть, допустим, если вы обычный пользователь, и у вас определенные потребности, вы просто нажимаете кнопку и доказываете сердце, что этот врач открыл использователь. Если вы технический специалист, и вам уже нужна более тонкая настройка, здесь предлагается выбрать, ну, конечно, определенную грамму из ресурсов, которые вы будете использовать. То есть, количество процесса, количество памяти, количество места, объем места на системе хранения. Следующее, это портал дизайнера. Это новая роль помимо администратора и, собственно, пользователя, получателя его услуги, конечно, в облачных технологиях еще разговаривается такая роль как дизайнера. Что это такое? То есть, если раньше системами занимались администраторы, настройкой, помощь, поддержкой, то дизайнер занимается описанием сервиса. То есть, сервиса как договора еще нет, но он строит поток, то есть, некий алгоритм, по которому этот сервис будет создаваться. В принципе, этим может заниматься один человек. Вот, как правило, дизайнер в сервисе забывает несколько. И они при создании сервиса, работают, что называется, друг за другом, по этой дивамидной структуре. Значит, первым начинает работу дизайнер этой структуры, которая создает определенный набор с игроком, буквально машины. А дальше за ним включается работа дизайнер приложения, который, может быть, не так хорошо разбирается в виртуализации, но зато он очень хорошо разбирается в характеристиках целого положения, в функции настройки, настройки производительности. И, в конце концов, подключается дизайнер мониторинга. Он уже знает, до этого, какие инфраструктурные элементы могут быстро используют сервисы, он уже знает приложение, которое там будет. И, опираясь на эту информацию, он настраивает мониторинг. То есть, проходя по всей цепочке предоставления сервиса, мы создаем сначала инфраструктуру, затем приложение и автоматически настраиваем его мониторинг. Кроме того, компания HP предлагает такую функцию, как Cloud Maps. Что это такое? Cloud Maps — это готовая инфраструктура приложения, в том числе таких софт-вейер-эзо-сервисов. Это может быть даже обещающие, это может быть CRM. Полный список можно посмотреть на сайте компании. Для чего это может быть необходимо? Допустим, вот в первом рейте вы купили Cloud System адрес коробочное решение, и вам срочно произносим развернуть их ченжи, то есть положено в будущем пользоваться. Раньше вы бы поступили так, вам бы пришлось привлекать какого-то специалиста, за который разбирается ченжи, вам бы пришлось сделать тонкую настройку, посмотреть, как это все работает. Сейчас же компания предлагает вам вот такой вот дизайн приложения уже готовый. То есть вы, покупая, можно сказать, несколько этих видов обладаемой структурой, которая, конечно, в характеристических этого дизайна будет описана. Вот, вы можете задвернуть у себя это приложение. Ну, понятно, что пара-тройка группы здесь не обойдется, все равно придется адаптировать эти дизайны по собственной инфраструктуре. А в каком варианте? то есть вам придется подкорректировать сетевые настойки. Сети каждая организация свои, поэтому придется собственно много здесь поработать. Но, опять же, говорю, это совсем не то время и на те деньги, которые вы бы потратили на ненависть за резкость и принимая такую систему самостоятельно из нуля. Ничего. иначе Итак, каталог сервисов. Для тех, кто знаком с IT, для тех, кто лучших практик, каталог сервисов это централизованное хранилище информации в облаке, который предоставляется в нашем случае в облаке. Какие возможности по каталогу ресурсов дает улак сервисов Номейшн? Это доступ на основы это интеграция с LDAB. То есть, мы подтягиваем тех пользователей, которые уже у нас существуют в службе каталогов. Мульти-тенансы это одновременно многопользовательское использование системы. То есть, несколько компаний могут работать с данными и эти данные будут задерживаться и они будут пересекаться. Глобальный каталог. Также можно создать под каталоги под конкретную организацию. Кроме того, существует модель так называемого округа. То есть, когда у вас поступает заявка на создание сервиса определенного пользователя, определенной компании, в первом случае вы доверяете его владельцу и автоматически запускается создание сервиса, в другом случае вы требуете, чтобы ваш специалист проверил, а что же там такое и создавали в системе. На предыдущем слайде я забыл применить в процессе доставления сервиса система резервирует ресурсы. То есть, у вас не возникнет такого, что там набежал пользователь, нажимали кнопки и в конечном счете кому-то что-то отвалет, потому что хватило ресурсов. То есть, система в момент заказа она резервирует ресурсы для того, чтобы потом, когда накатывается система, будет увеличиваться потребность дистанционного пространства, у вас не возникло накладывание с людьми пользователями. Двигаемся дальше. Тут и управление доступностью и производительностью. Как я уже сказал, на слайдинге дизайна, кроме создания сервиса, еще создается мониторинг. А что это делается? Ну, конечно, понятно, чтобы следить за тем, как это все работает, но и кроме того, методы собираемые мониторинги, они используются при расширках СЛФ. Это соглашение об уровне обслуживания, в котором поставщик сервиса заявляет о том, насколько надежный и насколько времени подсчетный период будет предоставляться услугу, сколько времени он гарантирует и сколько времени ему понадобится на обслуживание. В системе Cloud Service Automation существует модуль, которая позволяет настраивать мониторинг без использования каких-то как это выглядит. То есть у вас разворачивается сервис, и плоды мониторинга, он уже автоматически знает более чем 100 типов IT-компонентов, и достаточно просто указать данные для плода, он включается в систему, начинает собирать информацию, следить за ней, и при необходимости даже подсказывает возможные выходы из-за механизмов. Кроме того, данная система может осуществлять мониторинг внешних облачных сервисов. Когда я в самом начале спайка говорил о гибридном облаке в HP, существует такая технология под названием Cloudworks. Дословный перевод может быть как прорыв облака, Google это переводит как облака взрываемая суть в том, что когда вы начинаете использовать у себя препаратное подлако, или разворачиваете сервис по запросу какого-то отдела или департамента, это может быть тот же самый маркетинг, в процессе какое-то у вас интерфайс-приложение взвернулись. И в результате успешной работы маркетинга наплыв пользователей на эту систему оказался вышеожидаемого. И в вашем препаратном облаке, которое вы создали, просто элементарно не хватает ресурсов для того, чтобы всех пользователей обслужить. у вас получается два варианта. Первый классический мы увеличиваем цену, и часть пользователей у нас отследивается. Мы можем за небольшую плату подключить внешнеоблачный сервис. Это могут быть внешнеоблачные сервисы от компании HP, или Amazon власти Cloud, или может быть платформа OpenStack и забрать какую-то часть ресурсов. То есть у вас на основе дизайна, о котором я говорил, будет достраиваться часть архитектуры во внешнеоблачные и система позволит увеличить мощность, позволит послужить наконец-то большое человечество пользователей. Как потом пользователи так и расплывы. Соответственно, когда вам эти дополнительные мощности переставят на экране, вы просто переставите за них платить, отказываетесь от внешнего облака и продолжаете использовать свою структуру. еще один компонент Cloud Service Automation это CD базы конфигурационных инвенций. Опять же, это как говорится источник правды для всех компонентов IT инфраструктуры. В процессе создания облачного сервиса в эту систему заносится вся информация о структуре нового сервиса. Поскольку у нас облачная структура основана на виртуализации, которая сама по себе динамична, и плюс, из чего у нас добавляется сюда публикация и удаление освобождения ресурсов. сама по себе структура связи между компонентами становится очень динамичной. И вручную за всякий многообразие будет очень сложно. Вот эта система постоянно в реальном времени отражает вам структуру сервисов связи компонентов. Чем это может быть полезно? Допустим, вас в какой-то момент, я не знаю, в принципе, электроэлектрозбыта и какая-то другая компания, которая представляет им количество, заявляет, что вот у нас сам отрыв камеры, там нужно срочно от работы делать, мы понижаем точность, и вам нужно отключить через серверку. Вы хватаете стартера, вы видите вот эту систему, вы смотрите, допустим, а если вы выключим вот эту вот часть, питание основной палеткой, какие пользователи у нас будут задействованы, кто же у нас будет объект, и какие пользователи у нас могут пострадать. Тем самым даже можно будет каким-то образом переместить, опять же, спланировать отдельный дизайн по переносу этих компонентов на дополнительные резервные мощности, точные которые запитаны от другого источного питания. вот. Двигаемся дальше. Это следующая возможность проверка областных сервисов на соответствие нормативным стандартам. Что это такое? В Cloud Service Automation есть углы, отвечающие за аудит. Этот углы позволяет вам создавать, использовать как существующие политики безопасности, которые вы можете подгружать через сервис PHP LikeMetor, так и сняваясь собственные внутренние корпоративные правила безопасности. Здесь могут быть как и доступы отнесенные, могут быть какие-то настроения, где проставлены уголочные индусты, информация должна быть создать файл все вот это вы можете описать паритики и с ее помощью проводить аудиты. То, что касается основных компонентов системы, то, что выделено синим цветом, я вам только что рассказал. Сейчас я хотел бы вам рассказать о дополнительных компонентах, которыми можно обогатить речки получились в интербайсе. И первые из них это датабейс и миловей автомашин. Характеристики каких-то я вам рассказывать не буду, наверное лучше примерки. Сколько времени на разворачивание базы ну да, кто разворачивает есть какие-то цифры? День, два, полдня в зависимости от почты да? да, 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 да. Но, тем не менее, опять же, вам приходится предъявлять какие-то специалисты в интерпрайс-решении, которым нужно будет провести исследование, посмотреть какие нужно настроить в базе, какие весельные объемы и так далее. Здесь же система предлагает вам выбрать из набора шаблонов и установить базу или помежуточное программное обеспечение, не прибегая к загрузке администратора. То есть, понятно, что администратор все равно потребуется для того, чтобы указать тонкие настройки, но все это дело будет происходить гораздо скорее, чем это делалось вручную. Следующий компонент опциональный это под названием бизнес сервис менеджмент он позволяет контролировать SLA предоставление сервиса. Он позволяет снимать основные характеристики, которые потом преобразуются в пучевые показатели производительности той же инфраструктуры наборки PIF. Наборки PIF приложений, дальше на основе этих PIF производится построение сервис-левела подгруппы или UA, если это, допустим, используется на фонаре и последний компонент опциональный компонент о котором я хотел бы сказать он называется HP Cloud Carouser он позволяет вам ввести биллинг тех ресурсов, которые потребляют с агентом. с агентом что здесь может быть? Это могут быть гибкие циновые модели фиксированные изменяемые здесь можно устраивать скидки акции можно распределять цены по уровням и много-много-много интересных вещей Время мое подходит к отцу в последний слайд начиная компания в феврале этого года получила сертификацию от HP под названием HP Cloud Center for Excellence Что это значит? Это значит, что на базе нашей компании развернут центр компетенций по удачным технологиям HP благодаря которым вы можете прийти к нам познакомиться с возможностями удачной технологии от HP и наши консультанты помогут вам выбрать ту архитектуру которая будет для вас приемлемой и оказывать консультанты услуги по переносу вашей существующей инфраструктуры по публичной партнерской приватной работе на это не все спасибо большое и оборудование в цехе нет если зайти еще вопросы если кого-то вопрос просто вы понимаете что было будет понятно или уже насколько все ясно 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 а вот вопрос такой всегда ракционный сколько это стоит как коварный миллион миллион миллионов миллионов готовы платить на по то может быть и стоит выходить но то что что надо находить или не надо находить да то что надо находить технико-экономическое основание технико-экономическое основание а для меня этот в том случае если у вас приложение которое автоматизация автоматизация предоставления в первую очередь это один из важных факторов второе как я уже говорил это центральная точка входа вы всегда держите под контролем все ресурсы которые есть у вас в нормальном вот это второе основание и третье третье это как я уже говорил у вас появляется возможность скандартизации архитектуры а облака предполагает у вас у вас появляется возможность потреблять мощности извне то есть тот плавокус прорыв облака недостаточной мощности вы компенсируете не покупкой дополнительных IT компонентов серверов программного обеспечения а покупкой межуточного сервиса все спасибо 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 спасибо